Депутаты законодательного собрания края во главе с председателем Владимиром Бикетовым с рабочим визитом побывали в Славянском районе. В ходе поездки представители краевого парламента осмотрели объекты сад-яганта, обсудили возможность применения передового опыта славянской агрофирмы на территории всего края. Гостей сопровождали глава района Роман Синеговский и руководитель предприятия Александр Кладь. Подробности в первом материале выпуска. В ходе рабочей поездки депутатами были осмотрены объекты предприятия – сады, тепличные и рассадочно-посадочные комплексы. Руководил экскурсией доктор сельскохозяйственных наук, научный консультант сад-гиганта Руслан Гиш. В тепличном комплексе зеленые растения выращиваются методом аэровидной гидропоники, то есть без почвы, во влажно-воздушной среде. Такие технологии позволяют в течение всего года выращивать десятки высокоценных зеленых и листостебельных овощных культур без применения пестицидов. В ходе двухлетних исследований и мониторинга работники предприятия внимательно изучили 22 выращиваемые культуры, оставив те, спрос на которые был наиболее высок. На данный момент 90% выращиваемой зеленой продукции – это листовой салат. Мощность следующего комплекса – рассадочно-посадочного. Дает возможность выращивать в пластиковых кассетах со специальным субстратом до 25 миллионов штук рассады в год. Современные технологии позволяют уменьшить стоимость рассады. Созревает она на 15-20 суток раньше посаженной традиционным способом. Теплица способна давать по 2-3 урожая с единицы площади. Она была построена специально для того, чтобы поддержать наших производителей, которые уже ушли без общественных хозяйств, походам, заходам, которые сами себе предоставлены по типу европейской системы. Они позвонили, мы им доставили рассаду. Расчет был сделан такой, что 15-20 миллионов штук рассады мы готовы были производить для малых форм хозяйства. Кроме технических инноваций, депутатов ЗСК также интересовал экономический вопрос. Рентабельность производства, рынки сбыта. У сад-гиганта стабильный доход, например, рентабельность тепличного комплекса составляет 6-13% в год. По результатам рабочей поездки, председатель ЗСК Владимир Бикетов отметил высокий уровень организации производства на передовом предприятии Славянского района. Применяемые здесь инновации и научный подход к работе позволяют хозяйству стабильно развиваться и занимать лидирующие позиции не только в регионе, но и в России. Передовые технологии сад-гиганта могут послужить положительным примером для аграрных предприятий Кубани. Анна Гадаль, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...